Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы с вами будем тестировать новинки первого каталога Фоберлик, ну как их не так много, Морошка, да, вот эту серию. Будем тестировать с вами на Ксюшу, потому что я так все и голову помыл, и буду мыть перед Новым Годом, а хочется вам побыстрее снять видео. Мы протестируем на Ксюшу, посмотрим на консистенцию. У меня серия питательная для сухих и ломких волос, да, Ксюша очень путают с волос, поэтому если маска хорошая, мы это с вами увидим. Я протестирую попозже, обязательно потом в обзоре каталога, ну или в следующем видео, во влоге в каком-нибудь вместе с вами мы все равно протестировали. 0,193 шампунь и маска у нас с вами тоже для сухих и ломких, 0,197. Обалденно пахнет, мы с вами уже аромат тестировали просто, аромат зашел нура, он космический. Морошка манго мне отдает еще, у маски он похимознее, но все равно интереснее, у меня наверное такой эхо в ванной. Еще котионок тут плавает, и дельфиненок. Маска очень такая густая, прям в авто. Будем тестировать. И еще вы просили очень ролик про правильное очищение лица, мы с вами об этом уже говорили, что любой крем не будет работать, если ваше лицо очищено неправильно. Поэтому приступаем. Что нам понадобится? Нам понадобится повязка для начала. И сейчас мы Ксюшу помоем голову с шампунем и нанесем пока масочку, пока мы с вами будем очищать лицо. Знаете, что хочу сказать, как-то шампунь плохо промыл волосы с первого раза. Поэтому на биоарктик это точно не похоже однозначно. Вот он какой-то вроде хорошо пенится, но чтобы вот Ксюша с первого раза плохо промыл волосы, ладно мне, первый раз столкнулась. Маска, смотрите, сколько мы истратили. Прилично. Она хотя кустая, но у нее какой-то большой расход. Волосы ее вроде как съедают и под ней не разглаживаются. Она такая, ну не силиконистая история, совершенно биоарктик была силиконистая. Здесь как-то вот нет. Вот сейчас посмотрим, она немножко посидит с ней на волосах. Мы пока с вами что делаем? Как мы правильно очищать должны лицо? Сначала мы снялаем макияж мицеллярной водой. Если у нас на лице не было макияжа, у нас все равно на лице скопилась пыль, какие-то загрязнения. Тем более, если мы выходили на работу куда-то, выходили на улицу, да, мы берем мицеллярку свою любимую. У меня сейчас нелюбимая, но ее надо добить. И приступаем к снятию макияжа с глаз. Так, сейчас, one moment. Не только с глаз лица, со всего лица. Даже если у нас макияжа не было, мы все равно это так как не пропускаем. Мы смачиваем ладный диск мицелляркой и, как следует, протираем лицо. У меня на лице макияж, поэтому мы смываем макияж. Этот этап необходим, потому что мицеллярная вода там не целы, которые растворяют эти загрязнения. Подгодовительный этап такой, скажем, к следующему. Потому что если мы сразу возьмем гель, пенку или мыло, в конце концов, то мы так не очистим кожу. Сейчас вот мицеллярочка все растворила, а потом мы пенкой с вами это все удаляем. Растворенная, да? И кожа будет более чистой, если вы вот этот этап проигнорируете, скажем так. Я иногда игнорировала, но это уже когда совсем сил нет. А так, как правило, мицеллярку игнорировать не стоит. Так, все, мы с вами лицо очистили от макияжа. Теперь берем привычное вам средство для умывания и умываемся. Мы сегодня с вами будем пилинг еще делать. Нет. Пилинг А и Б. Вы давно тоже просили на него обзор. У меня пенка для умывания, не фаберлик. Пока добиваюсь своей остатки, я либо руками наношу ее. Кстати, любому продукту тоже пенка, гель, мусс. Нужно дать время. То есть не нанесли, две секунды потерли и смыли. А как правило, это всегда не менее 1-2 минут. Чтобы тоже все загрязнения, остатки растворились. Но я люблю еще это делать щеткой. И щеткой, кстати, расход пенки гораздо экономичнее. Можно один раз выдавить, хватит на все лицо, потому что она тоже спенивает здорово. Я такую фиксировала, она мне очень нравится. Она мягкая, она не травмирует. В то же время можно и массажик поделать по массажным линиям. Я тоже делаю. Ты тоже делала? Да. Вот. Проходимся как следует. Вот когда я это делаю без щетки, я не вижу. Когда я это делаю щеткой, я вижу на ней еще остатки тонального крема. В общем, в декоративной косметике мицеллярка не все смывает. И мицеллярку все равно мы с вами обязаны смывать, даже если на ней написано, что она не требует смывания. Потом мы с вами очистили лицо пенкой. Как следует прошлись, можно помассажировать по массажным линиям. Очень удобно это делать щеткой. Все проблемные зоны, где образуются наши морщинки. Морщинки – это залом кожи в том месте, где вы за ней не ухаживаете, где вы ее не доочищаете. Почему я всегда очищаю так тщательно веки. Моя кожа так любит. И тру их. Моя кожа так любит. Это массаж, это очищение. Чтобы не было заломов, чтобы кожа здесь тоже была свеженькая и нежненькая. Как следует прошлись. И теперь все смываем. Ну и все, кожа уже хорошо очищена. Но здесь можно и с крабиком пройтись. Как бы у нас сегодня с вами пилинг. Поэтому будем делать пилинг. Смыла маску с Ксюши. Но что хочу сказать. Волосы все равно запутанные. Но они у меня очень сильно путаются. Достаточно длинные. Но вижу уже на мокрах, что блестят хорошо. Что блестят хорошо. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Буду пробовать на себе. У меня что-то прям такое ощущение, что мне будет слабовато. Но посмотрим. Ладно. Для сухих и питательных. Ой, для сухих и лоньких волос. Заметьте, я делала ребенку. И не распутала она волосы. Эта маска. Ну, более-менее. Но они все запутанные все равно. Есть средства лучше. Гораздо лучше, скажем так. Вот даже на ней, если пока проводить опыт. Так. У нас с вами шаг А и шаг Б. Которые я взяла по лайк и по ВИП-программе. Шаг А. Артикул 12.18. Шаг Б. 12.28. Шаг А. Это, собственно, сама кислота. Кислотный уход нам необходим, чтобы растворять на коже также загрязнение. Чтобы омолаживать кожу, выравнивать, подтягивать. Кислотный уход. Это омолаживающий уход. Мгновенный результат. Гладкая, ровная кожа и сияющий цвет лица. Но не мгновенный результат, потому что кто делает особенно это впервые, лицо будет красное. Поэтому такие процедуры лучше делать на ночь в холодное время года. Потому что кто склонен к пигментации, лучше и в холодное время года после пилинга на следующий день применять крем с СПМ. Сейчас тональник много из СПМ, Фаберлик, да? Удаляет омертвевшие клетки эпидермиса с поверхности кожи. Совершенно верно. Выравнивает рельеф, соответственно, так как удаляет омертвевшие клетки, то есть у нас вот эти заломы, где морщинки, да, они разглаживаются, скажем так. Сужает поры, освежает цвет лица, значит, улучшает внешний вид кожи. Все как бы, да, совсем согласно. Здесь у нас АХ-кислоты 9% концентрации. Подходит для всех типов кожи, кроме очень чувствительной или поврежденной. Это я тем, кто еще как бы не знаком с этой процедурой. Вот так выглядит этот сам пинг. У меня первый раз лицо было красное очень долго. Первая моя кислота, это кислота от Фаберлик. Все, умывайся, да, малыш? А, тебе нельзя пилинг, ты что? Тебе пилинг нельзя. Мы с тобой сделаем потом масочки тканевые, хорошо? Да, у нас там запас из Гламарта лежит. Сейчас пойдем будем релаксировать. Какой-нибудь новогодний фильм. Способ применения сейчас в памяти освежим, потому что я именно Фаберликовской кислотой давно не пользовалась. На всю поверхность кожи понятная линия по массажным линиям, кончиками пальцев или косметической кистью. Можно слегка помассировать, избегать попадания геля на область вокруг глаз и слизистой оболочки. Не носите гель на губы. На губы я не наношу, а на область вокруг глаз я наношу. Но вы как я не делайте. Если вам так не нравится, если ваша кожа чувствительна к этому, я так делаю. Через 5-10 минут смойте гель теплой водой с помощью спонжа или промокните кожу салфеткой или подмастелцем. Время воздействия 5-10 минут. Ну, первый раз лучше минутки 3, мне кажется, а потом будете смотреть, как вам. Затем переходите к шагу B, это понятно, если где-то дискомфорта. Все понятно. Делать эту процедуру можно 1-2 раза в неделю. Если кожа у вас чувствительная, 1 раз в неделю. Если, как моя, любит хардкор, то можно 2 раза в неделю. Вот такой у нас с вами дозатор. Я буду дозировать прямо на лицо. Это прозрачный гель, насколько я помню. Опа, плюется. Вот он какой. Ну, куда ты, милый. Вот так. Разносим с вами по лицу. На лице как бы таять начинает. Так, где мое зеркальце. И уже у меня щипет кожу. Последний раз я пилинг делала неделю назад, наверное. Орканик зона мне очень тоже нравится. Но он не щипал. Ах, как хорошо. Тут, конечно, подходит для всех типов кожи, кроме очень чувствительной. Это громко сказано. У меня далеко не чувствительная кожа. Ну, щипет прям от души. Помассируем с вами немножко. Ну, я буду держать минут 10, наверное. Потому что моя кожа к таким процедурам привыкшая. Как вы видите, я ей навеки наношу всегда. Люблю. Ну, еще кислоты очень хорошее средство в борьбе с пигментацией. Если есть пигментные пятна, их можно зимой очень неплохо осветлить кислотами. Вместо пилинга 2-3 раза в неделю мы можем с вами делать какие-нибудь скрабики-гамажки. Мы можем с вами делать карбокситерапию, ту же самую фиберлик. Я чередую. Я где-то сейчас 1 раз в неделю пилинг, 1 раз в неделю карбокситерапию, да. Пару раз скрабики какие-нибудь хорошо кожу отшлифовать. Я люблю. Кислотный уход сейчас считается фаворитным, так как скрабы они травмируют кожу и от этих частичек, от всяких как бы косметологи, они стараются отходить. Но я все равно эти продукты люблю и периодически делаю. Мне нравится. На зону декольте тоже хорошо бы сделать, но мне сейчас в таком формате неудобно, когда в душе или в ванной я, конечно же, прохожусь и по зоне декольте, и очищаю ее как следует, и наношу туда и маски, и пилинги. Щипет очень так неплохо, поэтому первый раз, мне кажется, точно трех минут будет достаточно. Я пока не покраснела, хотя нет, я вот вижу немножко вот здесь вот начинается в этой зоне краснота, хотя даже помассировала для усиления эффекта. Ну вот сейчас еще похожу минуточек пять, и будем мы с вами все смывать. Это делать не обязательно каждый день. Если мы с вами говорим о ежедневном уходе, да, про грамотное очищение, то мы с вами применили мицеллярку, применили пенку, гель или мус какой-то для умывания. Дальше делаем, не делаем, скрабик, карбокситерапию или пилинг. Если эти этапы мы пропускаем, не делаем, то мицеллярная вода и пенка, как бы этого достаточно, но эти два пункта, которые должны быть обязательно. И какая-нибудь щеточка тоже желательно, потому что все равно руками так не очистишь. Но это мое мнение. Все походило еще пять минуточек, он кое-где даже впитался, да, и у меня сильной красоты, красоты в принципе нет. Вот здесь вот немного только, да, с двух сторон. Я вот таким вот спонжиком сейчас все это дело вытираю, как следует. Любимые спонжи из Фикса. Я их прям люблю. Сейчас еще разочек. Приступим с вами к шагу Б. Так, теперь шаг Б. Вот он у нас как с вами выглядит. Это уже такой кремообразный продукт, как он называется у нас микродембразия, энзимный микропилинг. Это такой мелкий-мелкий гаммаж, мелкий скраб, достаточно шероховатые частички. Это механическая шлифовка, энзимный пилинг в домашних условиях. Ну, все как бы то же самое. Здесь еще и здесь атомовые водоросли. Я прям первый раз слышу. Комплекс энзимов с тропических фруктов. Растворяет омертвевшие клетки на поверхности эпидермиса. Вот это нам и надо для омоложения. Не игнорируйте вот этот продукт Фоберлик. Он действительно очень достойный. Шаг А и шаг Б. Нанесите небольшое количество микропилинга на хорошо очищенную влажную кожу лица и шеи. Помассируйте кончиками пальцами обеих рук, вращательными движениями. Описано, как это правильно делать по массажным линиям. Так, тщательно смойте средства теплой водой или промокните кожу салфеткой или полотенцем. И промокните. Время воздействия от 1 до 2 минут в каждой зоне. Потом есть еще шаг С. Вот так это все выглядит. Это крем. Но он мне не очень нравится. Я потом нанесу крем, который я сейчас пользуюсь на постоянной основе, и сыворотку Ван Бек Миркл. Мне очень нравится. Вот такой вот тюбик. Вот такой вот продукт. На каждую зону с вами нанесем сейчас. Это кремообразный такой белый продукт, в котором очень-очень-очень много песка. Мелкого морского песка, по ощущениям, да, по тактильным. Совсем мелкого. И мы начинаем так с вами массировать. Массируем по массажным линиям. Давно я такие видосы не снимала, да, девчонки? В ванной. Прям уже сама соскучилась. Много-много частичек. Они достаточно такие угловатые, но не сказать, что прям так травмируют. Но после шага А вам может показаться, что это хардкор. Особенно, если делаете впервые и к процедурам, к таким не привыкшим. То есть кончиками пальцев мы с вами делаем по массажным линиям. От подбородка погнали к ушам. Такими круговыми вращательными движениями, да. От подбородка к ушам. И так далее. От носогубных складочек к височкам погнали все массируем. Заодно мы с вами опять получили еще дозу массажа. Кожа не любит ни один крем так, как она любит массаж руками. Самое эффективное средство в борьбе с морщинами, обвисанием, брылью, да, или как они правильно называются, это ручной массаж. Массаж руками как следует. Я делаю и на веках. Сейчас кто-то мне обязательно в комментариях по этому поводу что-то напишет. Можете не писать. Мне 36 лет, и я так делаю 20 лет из них. Ну, не 20, вру, конечно. С 16 лет я так за собой не ухаживала. Все приходит с возрастом. Как мы делаем лоб? Сначала вверх, потом в сторону. Если есть морщинки, вот здесь хорошо их прорабатываю. У меня здесь, до того, как я начала применять кислоты, правильно ухаживать за кожей, была очень глубокая морщинка. Бровь огонь. Вот тут очень глубокая. Когда я начала ухаживать за кожей, как следует, ее практически стало незаметно. Поэтому все можно исправить. Ну, не все прям, конечно. И не без следа, но подправить можно. Массируем свои все проблемные зоны. Нос как следует, потому что у нас обещание еще, что нам сузят поры. Не забываем над губой. Вот эта зона всегда проходится как следует. Носогубные складки прорабатывать. Я подставляю язык под складку, прорабатываю ее всегда. Вот такими круговыми движениями. Массажик. Скатываться начинает у нас микроэмбразия наша. Уже подсыхать. В принципе, можно смывать. Смыли. И теперь, девчонки, вот я чувствую, что моя кожа очищена идеально. Она, кстати, красная. Я ожидала, кстати, худшего. Нет. Она лоснится. Она лоснится здоровьем. Она лоснится чистотой. Кстати, про поры. Поры действительно сужены. И они кристально чистые, девчонки. Просто кристально чистые. Просто красота. Вот сейчас кожа просто съест, впитает. Я бы сказала, сожрет любой крем и возьмет от него все самое лучшее. У меня сыворотка Ван Викмирку, которая плюется очень нехорошо. Ее надо так аккуратно выдавливать потихонечку. Я даже не до конца нажимаю. Обычно у нее хватает два нажатия. Но я сейчас чувствую, придется больше. Потому что она ее кожу просто съест, моментально впитает. Я не успею распределить. Она достаточно быстро впитывается. Вот теперь на вашей коже крем, сыворотка будет действовать максимально эффективно. Потому что вы кожу очистили, удалили все, что мешает впитаться продуктом. Все омерзвевшие клетки. Все отшелушили. Красота. Просто красота. Не жалейте для себя времени на такое очищение. Теперь кремушек. Ночной. Ночью у нас почти. Ванвик Меркл. Ночной кремушек. Мне очень нравится эта серия. Мне прям кожа довольна. Я вижу, что она работает. Эта серия. И есть накопительный эффект. Поэтому пока прям пользуюсь при великим удовольствии. Напитали кожу. Напитали кожу, успокоили. Массажер шутра вообще красотка. Сейчас еще бы даже перед сывороткой, если бы я не делала кислотный пилинг, я бы применила какой-нибудь массажер для лица. Гуаша или розовый вот этот вот набор. Фаберликовский. Или мезотерапию. Если мезотерапию, то я ее делаю до сыворотки. Потом кожа ее тоже просто съедает сыворотку и крем. Если массажер гуаша или розовый вот этот, то после кремушка. Но сейчас я уже не буду ничего массажировать, потому что кожа и так счастлива, она довольна. После пилинга уже никаких процедур не надо. А так бы прошлась еще массажерчиком, либо скребочком гуаша немножечко для подтяжки. И вообще красота. И все, девчонки, красотки, сияем. Давайте, чтобы сегодня вечером все за собой вот так как следует поухаживали, потому что завтра Новый год. Ну, у нас послезавтра я вам снимаю просто. Сегодня какое число-то, 29-й вечером, да? А так у нас завтра Новый год, чтобы все были красотками. Приводите свою кожу в порядок, сияйте. Чтобы она была у вас прекрасной, без всяких тональных средств, хайлайтеров, скульпторов. Ну, а я вас всех люблю целую. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Впереди еще ждет нас тоже очень много интересного, много влогов. Пишите, что думаете по поводу пилинга Фаберликовского. Мне очень интересно ваше мнение. И кто попробовал вот эту морожку, тоже обязательно отпишитесь. Всех люблю целую. Всем пока.